Гаусс доказал, что если АВС целые числа, определитель формы АХ квадрат плюс 2БХЮ плюс ЦЮ равен единицы, то существуют такие ХЮ, ну и, естественно, обычные, что F от ХЮ равно единице. Давайте посмотрим, как это выглядит на языке решеток, и мы, собственно, докажем это утверждение. Смотрите, мы можем взять два вектора, позаботившись вот о чем. Вектор А по длине будет равен корню из А. Другой вектор В возьмем так, чтобы его длина, вы уже догадались, равнялась корню из С. А вот скалярное произведение этих двух векторов В умножить на В. скалярное произведение подберем так, чтобы оно равнялось В. вектор, ну, интересно, конечно, существуют ли такие векторы. Существуют. Потому что, смотрите, В в квадрате, это у нас АЦ минус единица. Если расположить У и В на одной прямой, то скалярное произведение будет у них равняться корню из АЦ. Правильно? А В в квадрате у нас меньше, чем АЦ. Ну и, собственно, В по модулю меньше, чем корень из АЦ. Соответственно, мы сначала берем два вектора, направленные в одну сторону, и потом поворачиваем вектор В, не меняя его длину, до тех пор, пока не получим в точности нужное скалярное произведение. А теперь давайте посмотрим, чему будет равняться длина такого вектора. Ну, или даже лучше квадрат, потому что возводить в квадрат гораздо приятнее. Что же это будет такое? Это будет Х квадрат в квадрате, то есть АХ квадрат. Дальше. Удвоенное произведение, но у нас это В, поэтому это как раз будет 2ВХУ. и квадрат УВХУ. И квадрат УВХУ. То есть СУВХУ. Замечательно. Теперь давайте поймем, чему равна площадь такого полилограмма. Если обозначим вот этот вот угол между векторами ФИ, то мы знаем, что скалярное произведение это произведение длин на косинус. Давайте напишем. Корень из А умножить на корень из С умножить на косинус. Это у нас В. Замечательно. Значит, АС косинус в квадрате это В в квадрате. А вот чтобы найти площадь полилограммы, нам нужен синус. И что такое синус? Синус в квадрате это единица минус косинус в квадрате. То есть единица минус В в квадрате разделить на АС. АС минус В в квадрате это у нас как раз единица. Значит, это будет единица, деленная на АС. Соответственно, сам синус это единица делить на корень из АС. Если мы умножим синус на эти длины, то получаем как раз единицу. Отлично. Значит, параллелограмм площади 1. Ну, дальше... Дальше... Собственно, два варианта. Можно применять теорию Менковского в руковом теле. Можно применять неравенство на кратчайшую длину. Вспомни, было неравенство. Ров в квадрате не больше, чем 2 длины на корень из трех. Ну, а 2 длины на корень из трех меньше, чем 2. При этом замените, пожалуйста, ров в квадрате это какая-то длина в квадрате. То есть, вот такое выражение, где икс икс целая числа. Значит, с одной стороны число больше нуля, потому что вектор не нулевой, с другой стороны меньше двух. Ну, целое число, которое больше нуля, меньше двух, это единица. Теорема доказана. Субтитры создавал DimaTorzok